Ну а в Хандыге вовсю готовятся к весеннему половодью. Там прошли командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка и по безопасному пропуску паводковых вод на территории республики. Нина Ханарова подробнее. С каждым днем все ближе и ближе вскрытие рек ото льда и закрытие зимников через голубые артерии республики. Поэтому во всех районах, где есть переправы, в эти дни проходят командно-штабные учения на случай предупреждения или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией. В конце марта мы провели командно-штабные учения в наших сельских населенных пунктах, в селе Кискилл, привлечение всех сел по линии сельского хозяйства, отгон скота, готовка кормов, подготовка эвакопунктов. В принципе, каждый год это делаем и готовность у нас, скажем так, на 90%. Есть, конечно, проблемы по доставке еще кормов, но тем не менее мы готовимся и мы должны быть готовы уже 1 мая на 100%. В учениях приняли участие все главные слегов и заинтересованные организации, предприятия, от которых зависит безопасность людей и домашних животных. Еще раз были уточнены и согласованы действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Люди уже не первый год сталкиваются с подобными мероприятиями, знают свое дело, конечно, не без мелких шероховатостей, но для этого мы и проводим каждый год, чтобы как бы повторение мать учения. Мы им освежаем память, проверяем, где-то доводим что-то. Накопленный годами опыт должен позволить справиться с любыми сюрпризами природы. Оставшиеся до начала паводка дни нужно максимально использовать для подготовки к безопасному пропуску паводковых вод в Тампонском районе, где вскрытие реки Алдан ожидается 9 мая. Лена Ханарова, НВК Саха, Хандыга